ребята сегодня рассмотрим интересную программку с помощью которой можно легко редактировать и обрезать и многое делать разных комментариев на примеру до самой более относительно важны этого она может конвертировать наше видео вырезать на какие-то определенные участки виде какие нам например нужны или там нам понравились из-за всего фильма нам кадры ли сцена какая-то понравилась мы можем ее вырезать мы можем сказать также и из разных кусков видео например нас собрали собрались роль и можем сделать одно большое видео из этих кусочков легко и просто а также программка может подменять звуки но это далеко не все четыре пункта которые может программа но тем не менее пока что концентрироваться на них я считаю что они в данный момент все-таки были важные а там же по ходу можно и разобраться программка называется ремейк виде как она называется можно зайти прямо на страницу разработчиков ремейк . ком вот сверху написано легко пишется бесплатная мейк это делать комп легко плюс хороший в том вот давайте обновлю страницу плюс в том что она сразу идет на русском языке ну правда только на многие сразу языках и и не только народ к мы выбираем какой нам больше нравится но думаю все таки русский язык все-таки нам ближе всего будет на сайте разработчика сразу представляется несколько программ разнообразных и все они кстати бесплатно фришки можно выбрать какие вам нужно но мы сейчас будем останавливаться именно на этой примере к программке заметьте в английской больше видите сколько программу раз два три 4 5 то есть некоторые программы идут только на английском языке если вы переключите верху на русский будет только три программы к сожалению они все программы переведены ну ничего там принципе они они не столько сложные чтобы с ними работать можно было там минимальное знание английского языка нужно но все таки давайте перейдем к фремейк заходим внутрь и вот большая кнопочка зеленая скачать совершенно бесплатно так скачиваем скачивается нам быстро там авто установщик маленький на 1 мегабайт все на все можно пока что почитать все что может эта программа эта программа может очень много всего например смотреть абсолютно бесплатно если сказать о достоинствах программ припи все перечислять и очень долго и сложно получится очень много достоинств все-таки минус естественно есть это бесплатная программа естественно кое-что должно быть порезано или не открыто в полной мере но из всех неизвестных бесплатных программ это самое с богатым функциям и возможность например посмотреть бесплатный видеоконвертер файлов она конвертирует практически во все возможные форматы которые известные более-менее относительно нужны там можно снизу выбрать это очень удобно 200 входных форматов то есть любой аудиофайл в любом формате который откуда бы не скачали откуда бы не взяли будь то телефон или выдачи угодно она все равно ее поддерживать и носит спокойно работает и можно даже склеить между собой дальше это конвертация видео с более чем 50 сайтов просто вы отдаете ему ссылочку потому что кнопочку нажимаете можешь сейчас вот здесь ставить углу на русском будет естественно ставить ссылочку она сразу же скачает и вам переведет в тот формат который вам подходит то есть или качественные или на преподаватель фона или для чего там еще надо дальше так дальше ja конвертируем но и уже говорил он конвертирует в тот формат который вам больше подходит конвертирует для айфона айпадов и всякой другой пакосе белого цвета который поддерживает свои странные форматы дальше сверхбыстрые конвертации Вот это да. Как ни странно, даже в самых дорогих конвертерах, я сравню даже с Adobe или от Sony Vegas, эта программа все-таки быстрее работает. Не знаю, почему они что-нибудь сделали, но реально она быстрее работает и очень быстро конвертирует. И процессор не нагружает. Причем первый раз вообще такое вижу, более того, в бесплатной программе. Дальше можно записать на Blu-ray, можно записать на DVD-диск. Заметим, до 40 часов, это сколько фильмов можно впихнуть в один день. Ну ладно, до 20, для нормального диска это 20 часов. Это 20 часов, это сколько фильмов, а? Это больше 10 фильмов, если там в среднем по 2 часа, ладно, сейчас зайдут там фильмы, около 2. Это 10 фильмов, один диск, вообще красота. Дальше, поддержка субтитров, ну это так себе, но людям бывает нужна настройка параметра конвертации, удобно, можно выбрать, что хотите. Автоматическая загрузка на YouTube, если я вдублите ему свой пароль. И, конечно, это, конечно же, не надо это делать. Все-таки чужая программа. Дальше слайд-шоу, удобно и удобный видеоредактор, простенький, но тем не менее, довольно удобный и хороший. Вот такие краткие достоинства этой программы. Так, пока мы здесь говорили, у нас уже вот скачалось, видите, запустить файл. Вы запускаете, оно у меня просит разрешения, выбираете, какой язык на каком и будете устанавливать. Я устанавливать не буду, потому что у меня уже программа установлена на диск. Я делаю отмену, вот, снизу запускаю, у меня уже программа эта на компьютере есть. Но после того, по крайней мере, когда вы уже ее запустите, она у вас появится красивенькое, вот, окошечко. Вы ее просто запускаете. Давайте ее закроем. Фреймник запускаем. Она сразу быстро запускается. И программа готова полностью к использованию. Как видите, она на русском языке, она как у нас, когда вы выбираете установку. Установка я не буду вам рассказывать. Это совсем просто. Там установка ничего особенного нет. Даже кто-то особо не разбирается в чем-то, установить вы все-таки сможете. И вы получаете уже готовую программу. Итак, давайте перейдем. Посмотрим, что же программа может, как говорил, она может напрямую скачивать с YouTube или контакта, до чего угодно. Просто ссылочку на видео, буфер обмена компьютера сбрасывайте, то есть запомните в память компьютера, и потом нажимаете кнопку вставить URL. Так как у него буфер обмена сейчас нету ссылки, то, естественно, ничего здесь не происходит. Если будет ссылочка, она появилась, и вначале спросил об нас, на какой формат мы хотим конвертировать. Ну, это такое второстепенное. Это как скачать легко. Итак, нас все-таки интересуют вот эти вот вопросы. Как конвертировать? Первый вопрос. Конвертировать очень просто. Открываем программу, и, например, берем видеофайл, который хотим конвертировать. Например, выбираем где-то, это RV Format. Оно весит сколько? Почти 700. Мы сюда его бросили. Оно отображается, показывает, какой у него формат 720 на 400. И выбираем, что мы хотим конвертировать. RV, это самый, наверное, самый тяжелый формат, если я его конвертирую. Нажимаю на кнопочку, смотрите, оно еще больше станет. Можно выбрать разные кодеки. Но все-таки я порекомендовал бы вам MP4 конвертирую. Это очень хороший формат, такой, может, даже сказал бы, более современный. Именно с этого формата хорошо даже на YouTube заливать. Оно хорошо его поджимает. Все-таки, смотрите, нажимаем. И даже если оставить оригинальные параметры, оно все-таки 100 мегабайт выигрывает. На таком маленьком участке. Если хотите изменить размер, например, сделать по DVD, по TV формат, смотрите, вот здесь написано. Или, например, для своего мобильного телефона, нажимаю кнопочку, вот, уменьшается размер. Ну, все-таки считаю, оставлять оригинальные параметры лучше всего. Дальше, если хотите что-то изменить в профиле, смотрите, здесь из оригинала размер кадра можно поменять. Здесь видеокодек, или это, или это. Ну, если оно, по-моему, в чайник стоит, значит, оно все-таки лучше приспособлено к этому. Ну, это тоже MP4, тоже хорошая, но, мне кажется, уже слегка староватая. Частота кадра оставляем, какая есть. Оно там, если 30, если 60 FPS, оно нормально идет. Ничего не надо менять все-таки его аудиокодек. Ну, можно MP3 поменять. Ну, в принципе, это тоже нормальный канал оставить, если там два канала или один, пускай. Но все будет, сюда лучше не лезть, если вы не знаете, зачем оно нужно. Все, мы что-то делаем. Просто сюда кинули ссылочку, выбираем, что конвертирует. Здесь очень много, практически под любое ваше устройство, которое можно себе придумать. Здесь есть они все. Ну, он не этот формат нравится, как я говорил. Выбираем. Или оставляем оригинальный параметр, или что-то. Все. И нажимаем кнопочку конвертировать. Конвертирование пошло. Видите, довольно быстренько идет конвертация. 2% уже. Фильм, заметьте, что фильм 40 минут. Конвертация, ну, смотрите, 5% уже почти 20 секунд. Ну, за 10-5 минут, где-то один фильм, он все-таки конвертирует. 40 минут, это очень много. И, тем более, что там разрешение по 820 на 400, это большое. Так, хорошо. Ну, оно само дойдет пока. Давайте сделаем паузу. Итак, продолжаем рассказ. Гайд, посмотрите. Вот, внизу, вот, время идет реальное конвертирование этого файла. Файл, как говорил, занимает 40 минут реального времени. Идет эта серия стрелы. И очень, довольно-таки высокое разрешение, конечно. И вы посмотрите. 5 минут. Пускай оно займется 7-8 минут. От 40 это в 5 раз где-то быстрее от оригинала. В той же самой Sony Vegas занимает в 3-4, в 2-3 раза дольше, чем идет само видео. То есть, если бы оно ушло 40 минут и нужно было бы в той же программе Sony Vegas его переконвертировать в другой формат, это же заняло полтора часа. Это как минимум. В лучшем случае, в 3 раза от этого времени оно заняло. То есть, сами можете помножить. Это страшное период времени заняло. Конвертация в 40 минут Sony Vegas. А здесь, вот, уже по-крактически заканчивается. Можно, в принципе, сравнить. Виртуал DOOP тоже программка есть. Но там она более сложная. Там много нужно плагинов своих доставлять. И в DOOP-левости, что, как делать. И оно далеко не все форматы входные распознает. Да, там можно включить разные плагины. Оно будет лучше понимать. Но, тем не менее, это не кто. Даже Virtual DOOP, там, если конвертировать в другой формат, оно больше времени занимает. Только если выбрать прямо по такое копирование, то это самый формат, из которого оно вызрабатывалось. Если там пару сцен вы бы вырезали. Итак, наша практически конвертация закончена. 7 минут. Это в 5-6 где-то раз быстрее от выходного видео. Это очень хороший показатель. Наше конвертирование завершено. Все. Вот, смотрите. Наши старые файлы и новые mp4. Вот, нажимаем, включаем, и он сразу работает. Работает, работает. Нормально. Помню, существует сценарий. Есть. Отлично. Еще хотел сказать, когда вы конвертируете, вот, выбираем, поставлю файл, выбираем и нажимаем кнопочку. У меня уже, по-моему, улучшение стоит папка, в которой конвертируете. Ну, естественно, троеточие, и вы выбираете, куда там вот хотите, на диск любой. Это, естественно, уже даже объяснять не надо, но мало ли кто-то может не обратить внимание, может задавать там вопросы. Вот эта кнопочка, отвечай за выбор папки. Очень удобно, хорошо приостроено. После того, как вы первый раз выберете папку, например, у меня первый раз я же выбрал, оно запомнит, у себя запомнит размещение последней папки. Если вы выберете другую папку, она будет стоять по умолчанию. Поменяете, она будет. Ну, мне кажется, что у меня здесь закачки, она все туда, все бросает, потому что уже разбираю, что у меня получается. Стандартная папочка такая. Итак, приходим к следующей части. Так, что у нас здесь, значит, стоит это конвертируем. Мы уже рассмотрели, теперь вырезание нужных сцены. Давайте, мы будем все-таки с этим файлом подним работу. Вот, берем, бросаем, который нам нужно файл. Если мы не тот выберем, закроем, может, что бы не мешало. Или заново бросаем. Вот кнопочка удаления из списка работы. Для того, чтобы вырезать, вот, большая и красивая кнопочка с ножницами, нажимаем на нее, и мы переходим в редактор. В этом редакторе уже встроен. Можно нажать и смотреть. Можно искать сцены, предвигая ползунок снизу. Например, давайте какую-то сцену выберем. Мне, хорошо. Ну, я хочу взять, вот, лост. Давайте отсюда и до самого конца. И удаляем. Выбираем начало пути. То есть, что я сделал. Ищем. Идет лост. Вот идет. Я делаю паузу. Я хочу вот этот вот участок себе. Хорошо. Заразил. Нажал на паузу. Дальше все мне не надо. Я ставлю начало пути, откуда вырезать. Придвигаю ползунок, в данном случае, самый конец. Мне это все не надо. Мне нужен только передний случай. Нажимаю конец. И нажимаю вот эту кнопку вырезать, удалить. У нас остается, смотрите, вот этот участок здесь написано. Всего 10 секунд. Можно включить само начало. Смотрите, идет один 10 секунд, который мы выбрали. В принципе, я доволен. Мне этот участок, если там более конкретно, можно... Оно уже уменьшилось, уже легче видно этой полоской. Потому что, к сожалению, приблизить нельзя. По крайней мере, пока. И можно ее более тщательно... Здесь уже чернота пошла. Черный фон, он уже не, по сути, и не нужен. То есть, отсюда и до конца. Отрезаем кусочек. То есть, у нас уже темноты. Хорошо, отсюда идет. Вот темнота. Отсюда. Сюда. И вырезать. 7 минут осталось. Видите, первый раз что-то она не нашла. 7 минут осталось. То есть, у нас темноты нет. Она уходит встать. Нам, например, нужно это 7 секундный отрезок. Ну, вы, конечно же, по 7 секунд не будете вырезать. Это просто для прибора. Все. Мы вырезали, какой нам участок человек нужен. Нажимаем ОК. Оно запомнило. Так, предположим, с этого же, с видео, с этой стороны, нам нужна еще какая-то там сцена, которая где-то внутрь. Мы опять бросаем этот файл сюда. Вот, вот, внизу написано. Опять залазим внутрь. Так, хорошо. Ну, пускай вот это штукованно будет. Не знаю, что такое. Кораблик. Вырезаем все лишнее. Он, как бы, приближает, и мы можем лучше работать. Вот огонь. Предположим, до огня вот этот участок мне совершенно не нужен. То есть, от начала до этих пор. Сюда и вырезаем. Теперь я хочу просто, чтобы костер остался. Со взрывом. Еще, еще капельку кисленько. Так, кораблик мне вообще уже не нужен. Есть. Так. Теперь отсюда. И до самого конца мне уже этот участок не нужен. Вырезаем морщин. У нас получилась трехсекундная вырезка со взрывом. Отлично. Меня устраивает, например, я искал эту сцену. Она мне нужна. Прямо дальше некуда. Нажимаем ОК. То есть, здесь мы только ЛОСТа. Титульная страничка. Получается, можно еще раз посмотреть. Так, здесь только титулка на 7 секунд. А здесь это. Для того, чтобы конвертировать, оно здесь все вместе стоит. Конвертируем в тот формат, который вам нужен. В данном случае выбираем. Ну, мне нравится MP4, я говорил. Оригинальное оставляю не будем менять. Не будем его портить. Оно не улучшится. Если вы хотите больше размера от исходного параметра, оно только хуже сделает. Когда у меня сейчас нет, его расстегивать. Пикселизация будет ужасная. Итак, конвертируем. Конвертация идет очень быстро. Здесь же маленькие секунды. И мы видим, так конвертация завершена. Вот этих два файла можем просмотреть. Это, собственно, в кадре. А вот второй с титульной страничкой ГОСТ. Уже вырезанная. 7 секунд. Маленькая, но это то, что нам нужно было. То, что мы искали. Хорошо. А теперь давайте перейдем. Мы как вырезать уже научились. С одного видео мы вырезали два кусочка автоматом. Следующая часть это склейка. Как склеивать? Склеивать так же просто. Выбираем. Так. Мы хотим, чтобы эта часть была первая. Бросаем сюда. Это шло после него. Это озарел. Хорошо. Тоже бросаем сюда. Получается первый. Вот видите, лост. Нужно зайти внутрь и просмотреть его. Оно? Оно. Хорошо. Вот это созарел. Мы хотим склеить эти главы. Как это делается? Вот кнопка вверху. Объединить файлы. Объединяем. Когда они склеятся, одно будете сразу после второго в одном файле. Если хотите включить плавные переходы, оно будет как бы на одном видео слегка наложено на другое при плавном переходе. Для некоторых сцен это очень красиво получается. Можно использовать. Иногда это просто не нужно делать. В случае здесь уходит черноту, а здесь начнется. В принципе можно и плавный переход. Отключено. Вот включить плавный переход. Оно соединяет этих два видео и конвертируем. Пошло. Все. Готово. Конвертация завершена. Смотрим, что у нас получилось. Идет лост. Заставка. После этого сразу взрыв с плавным переходом. Взрыв. Плавный переход здесь не было видно, потому что оно с темноты, с черноты был переход и там не видно было. Так. Мы научились. Объединение выключаем. Что нам следующее надо было рассмотреть? Это подмена звука. Как подменить звук? Звук подменить. Также легко удаляем, например, эти файлы. Но зачем нам подмена звука? Например, мы сняли какой-то игрушки, какой-то... И мы хотим туда вставить свою речь. И все же, честно, ведь просто не к программке. И да, это нам много проще сделать на нормальной программе. Например, Adobe After Effects или Sony Vegas или подобных таких программах. Но давайте все-таки все в одном рассмотрим. Выбираем файл, который нам нужен. Добавить аудио. Выбираем, какой аудио. Например, вот. И посмотрим, что у нас получается. Видите, уже сзади звука нет. Оно будет только нашей лукой. Фом-со звук удаляется. Слишком громко было. Как видите, звук фом-со удаляется и накладывается вместо того звука наш звук. Ну так, в принципе, программка на этом можно уже завершать. Это гайд. Все просто. И все на русском языке. Разобраться невероятно. Просты и легко. Даже здесь совсем объяснять нечего. Просто кое-что надо бы все-таки показать по мелочи. Ладно, ребят, пользуйтесь. Да, существуют намного лучшие программы. Но все в одном и при том в бесплатном пакете. Я не знаю, найдете или не найдете вы такого. Я не нашел. Меня вполне удовлетворяет данная программа. Фреймейк. Если им пригодится, пользуйтесь. Ладно, ребята. Всем удачи.